Распад России продолжался. 18 июня 1917 года в Киеве был проведен несанкционированный войсковой съезд под предводительством Симона Петлюры. Первый полк отказался выступать на фронт. Чтобы пристыдить солдат, командование российской армии провело первый смотр частей женского батальона смерти. Впрочем, это никак не повлияло ни на дисциплину на фронте, ни на ситуацию в стране. В тот же день анархисты захватили типографию националистической организации «Русская воля». На борьбу с ними были отправлены две гарнизонные роты. Непродуманные стихийные действия анархиста были осуждены съездом Советов, поскольку подобные неорганизованные шаги могли дискредитировать левое движение. Лев Троцкий в тот день осудил временное правительство за неспособность справиться с продовольственным кризисом. Алексей Пешхонов, напротив, заявил, что кризиса как такового нет. Армия полностью обеспечена хлебом, а в тылу дефицит существует только в отдельных губерниях. Преодолеть его, по мнению министра, можно путем введения монополии на хлеб. Но звучали и более радикальные призывы. Так, СССР-интернационалист Николай Мазурин потребовал передать власть Советам. До Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 142 дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова